Снег В дальнем плане это кое-кто готовит завтрак и варит кофе. Всем доброе утро! Я уже работаю, монтирую интересное видео про коллекцию моделей на ВДНХ на выставке. А в 12 часов я поеду на интересное мероприятие, связанное с творчеством. Ну и на улице тепло, и это здорово. А снег? Ой, мне даже нравится. Все же растаяло, поэтому не скользко и хорошо. Всем хорошего дня! Добрый день из 5 марта из Рязани. Редко гуляю, времени не хватает. Сегодня очень тепло, 0-3. В общем, руки не мерзут, нос не мерзнет, ветра нет. Это здорово. Я в центре города удивилась, как все подтаяло за последнюю недельку, что я вообще не была в городе. Или две даже. Дороги сухие, снега много. Ну, по крайней мере, после дождей и оттепели нету льда. И я в районе улицы Ленина. Вот напротив вы узнаете, это парк городской, центральный. Или просто городской, не знаю, как у них тут центральный ЦПКО. Это, наверное, городской, который разделен на две части. Вот это верхняя часть. Вот это верхний парк. А нижний оказывается на реставрации. И все здесь загорожено забором. Видите, арочка такая, форула разрушенная. Возле нее была остановка. Здесь все загородили. В общем, обойти, ну, чтобы пройти дальше, вот мне нужно в сторону улицы Урицкого, нужно обходить. Но самое главное, небольшие неудобства временные, а потом здесь будет красиво. И надеюсь, что этот парк отреставрируют, и он будет не хуже, и современный такой, как вот этот верхний сад, верхний парк. Так, а я гуляю дальше. Мне надо на улице Урицкого. Буду на культурном мероприятии, которое вам покажу. Вход запрещен. Для машин въезд. А для нас можно. Вон тот домик, который мне нужен. Там будет выставка, рукоделие. Веселый лоскуток или что такое. Все расскажу в отдельном видео. А пока вот погуляю. Тепло. Я даже без шапки. Погода чудесная. Ой, как мощно загородили. Прям эскалаторы там. Эскаваторы, эскаваторы. Господи, эскалаторы. Вот ошибся одной буквой, да? И уже слово другое. Это старая Рязань. Хотя она не сильно старая. Дверь новая. А вот это уже старая Рязань. Рязная такая. Снимаю на телефон. Лень была камеру доставать. Я ее, конечно, взяла. Ну, что-то в последнее время редко на камеру снимаю. Вот обратите внимание. Нижняя часть дома каменная, а верхняя деревянная. Эта вот особенность России в какое-то время так вот строили. Сначала строили основу. Хватало одного этажа. А потом надстраивали верхнюю часть. Это не только в Рязани такое есть. Мы замечали это и в Зарайске, и в Коломне. Он тоже дом. Не на реставрацию. Его подожгли. Смотрите. Что-то гуляем с вами. Одновременно вам покажу. Ого. Ого. Объект. Газетный переулок. Дом 3. Дом купца Малашкина. Памятник истории культуры. Хана. Дом у купца. Потому что здесь невозможно это все восстановить. Потому что это просто подожгли. Это не просто так пожар. Так избавляются от старых зданий в Рязани. И, наверное, не только. Когда кому-то нужна какая-то территория для строительства, делают так. Ну, плохие люди. А детское творчество подростковое на всех заборах украшает город. Да, вот видите, старая Рязань. Какой домик. А вот тут новая Рязань. С такими наличниками в старину. Точнее, это не наличники, а... Как называется эта штука? Навес над крыльцом, да? Над крылечник. Вот какой он дом был. Видите, старенький. Здесь три этажа даже, а не два. Это уже новые дома. Чем удобнее снимать телефоном, можно увеличить, приблизить, уменьшить. Проход в кафе Старый парк здесь где-то написано. Здесь кафе находится с обратной стороны. Точно, я летом видела. А, ну и течет. Течет вот так вот празднично, весело. А вот это улица Урицкого. Вот в эту сторону идет. Надо будет здесь погулять отдельно по Старой Рязани. Мне очень нравится. Здесь зелено очень летом. Весной просто красотища. Все цветет, деревья большие. Там дальше парк. Ну, в общем, хорошее место для прогулок. Посмотришь, кто-то живет в этих коттеджах. Это самый центр города. Наверное, здесь цены такие. Космос дороже, чем в Москве. По-любому. Я порой удивляюсь, как в Рязани, потому что жилье стоит дороже, чем в Москве. По-любому. Кому надо, накупили. Здесь стоит. Ух, как круто. Проезд закрыт. Так, ну что, я пошла. Все остальное. Вот кафе. Старый парк. Клуб кафе. И все закрыто. Раньше был проход. А сейчас я обходила, чтобы попасть вот в этот домик резной. Здание очень старинное. Как и многие здания в Рязани, оно относится к памятникам архитектуры. Здесь какое-то управление находится внутри. Ну, знаете, вот немного... Ну, как бы чистенько, но очень-очень оно старое. Ему очень много лет. Чего здесь только не было в свое время. И это памятник архитектуры 1905 года. Так, это я все читаю, потому что запомнить я просто все не могу. И оно храняется государством. Был раньше здесь летний клуб дворянского собрания. Я обалдею с такой архитектуры. От резных этих доличников деревянных. Просто красотища, да? Так, ну и вход вообще летом здесь центральный. А мы будем обходить. 15 штук, но они такие маленькие. Конечно, это дорого. Но цветы должны стоить 300 рублей, 400, 500. Ну, столько. Или вот столько. И вообще 25 штук. Нафиг надо. Ну, 5 можно. Ну, поменьше. Что-то цена такая неприличная. Эти. Мимоза 339. Ну, совсем куция какая-то. Мне кажется, такие веточки должны стоить 100. Максимум 150 рублей. Но не 339. Что-то я не понимаю этих цен. 4 марта. Может, они еще упадут? Зашла в магнит возле дома. Здесь нет столько тюльпанов, как я была в центре. В Атроне. Ой, там очень много. Я как-то бежала и поторопилась. И ушла из магазина. И не купила ничего. А вот здесь вот. Знаете, сколько веточка стоит? Вот это нормальная цена. 125 рублей. А проходила мимо барса. Там продают на лотке на улице 170 веточка. Ну, разница есть. Правда? За 125 можно купить 3 веточки. Будет пушистый, красивый букет мимозы. Ой, как они пахнут. А, на. Это я себе купила. Просто веточку. Потому что мне хочется на кухне, чтобы стояли свежие цветы. Весна все-таки. Ах, если бы сбылась моя мечта. Какая жизнь настала бы тогда. Тогда. Тогда.